История рода Стерлиговых насчитывает более 500 лет служения Отечеству. Почти все в роду были военными. Стерлигов Герман Львович. До 1993 года известный бизнесмен, владелец системы Алиса. После 1993 года отошел от бизнеса, а в 2002 году баллотировался на пост губернатора Красноярского края. Пишут опять-таки, вы покупаете только соль. Соль. Чем питаетесь? О, мясом питаемся, молоком, сыром. Своим. Конечно. Все свое. Хлеб мы печем свой. У нас хлеб такой, что его вот люди едят, кому мы дарим буханочки. Едят, они кусочками нарезают. Это олигархи огромные, чиновники крупнейшие. Вот такими кусочками нарезают и едят его. Это в блокадном Ленинграде так недели, как сегодня люди едят настоящий хлеб. Хотите есть дешевый хлеб и не хотите, чтобы он был натуральным. Это невозможно. Дешевая всегда трава. А настоящая ручная работа. Хлеб. Что такое хлеб? Это 54 буханки, печется 16 часов. 40 минут, собственно, выпечки. Остальное время тесто, подъем опары и так далее. И опара, когда в нее не сыпешь химии, дрожжей или стартинга, она поднимается, когда хочет. Она может через 3 часа подняться, может через 8. И люди всю ночь этим занимаются. И каждая буханка становится золотой. А вы хотите, чтобы мы вам ее продавали по 150 рублей бездельницам крашеным? Сидите здесь и умничайте. Вы идите поработайте. Вам не нравится другая точка зрения, понимаете? Никогда. Я вот Стерликова не видел лет 7. В прошлый раз он ушел из студии и психанул. Он не меняется никак. Вот я начал бухать благодаря Высоцкому. Я начал курить благодаря Высоцкому. Потому что он так красиво это все делал. Место встречи изменить нельзя. Какие песни, какие рюмки, как это все красиво. Это конченая мразь. Всем привет. Сегодня мы с командой приехали в Слободу Германа Стерлигова. В прошлом Герман Стерлигов это один из первых миллиардеров России. Ну а сегодня он экстравагантный фермер, который продает хлеб по 5000 рублей, а сыр по 30 тысяч рублей. Вы представляете? Он яро защищает законы своей Слободы и лучше всех рекламирует свои товары. Дорогие друзья, сегодня у нас гречка. Гречка это целое событие, я вам скажу. Потому что гречки в стране не осталось. Одна химия. Комитет продовольствия и безопасности нигде не смог найти в России гречки натуральной. И нам подарили полмешка. Прислали дзюбы Владимира и Ирины, супруги с Украины. У них осталось последнее на Украине настоящее крестьянское хозяйство, где есть в том числе гречка. У них маленькое поле, они выращивают ее без химии. И пока есть это хозяйство на Украине, вот этот вот клочочек земли, такой оазис натуральной пищи, нам вот иногда перепадает оттуда гречка. И для нас большой праздник. Вот этот вкус. Мы уже много месяцев не ели гречки. И сейчас вот этот аромат и вкус с молоком гречка, это вообще прекрасно. А вы хотя бы посмотрите на нее, полюбуйтесь. Потому что если так дело дальше пойдет, то и полюбоваться будет не на что. Если будет задавлено хозяйство дзюбы, то все, гречки не будет. Сегодня мы приехали сюда, чтобы познакомиться лично с Германом. И, конечно же, хотим посмотреть, как же выглядит этот формат нового крестьянства. Я хочу заметить, что здесь очень строгий дресс-код. И нужно его полностью соблюдать. Есть несколько простых правил, чтобы попасть сюда. И сейчас я вам их покажу. Баба только в длинных юбках. Есть, как вы считаете? Это шарф. Есть. В бесстыжем виде, в шортах, с голыми попками и подмышками вход запрещен. Ну, по-моему, все хорошо. С адамитом вход запрещен. Но это ко мне точно не имеет никакого отношения. Работаем! А те, что на небе? Те, что на небе не пить, конечно. Там другие. Да? Это называется пентаграмма сатаны, сатанинской символи. А почему тогда стали рисовать звезды? Вот обычные на рисунках в школе, даже учит там детей. И именно... Ну, ничего хорошего сейчас полюбиться. Ну да, согласна, ничего. Ох, как красиво! Здравствуйте, можно? Ну, извините, я не могу выйти, потому что оторваться не могу. Проходите, проходите. Что это делать? Как у вас тут красиво, пахнет вкусно. У вас муж или мужчина ваш здесь есть какой-нибудь? Нет? Тогда у меня есть к вам один вопрос. Иди сюда. Да. Хочу снать. Как вы считаете, я одета правильно, по правилам? Сойдет. Ать! Здорово. Это ваш фирменный рецепт? Нет, не фирменный. Просто это наша такая национальная природная кухня. Ага. И поэтому мы, конечно, радуемся всегда, когда есть возможность приготовить петуха в вине по-кельски. Слово. Потому что не так часто удается зарубить петуха. Настоящих петухов мало, и кур мало настоящих. Все инкубаторские. Ааа. Поэтому мы, даже мы, редко позволяем себе вот такую вкуснятину. Потому что стараемся, чтобы расплодилось больше. И Сергий на своем новом хозяйстве, вот в Судовой Слободе, он старается сделать как можно больше настоящих кур. И поэтому мы едим их очень редко, чтобы они плодились. Есть такие люди, кого бы вообще не пускали никогда в гости? Ну, конечно. Мы не пускаем колдунов, не пускаем пидорасов. Мы не пускаем всю всякую нечисть, которая проклята в Священном Писании. У них тоже, как бы, есть возможность покаяться. И были великие колдуны, которые стали великими святыми, такие как Киприан. Но это не значит, что пока они колдуны, к ним надо относиться иначе. К ним относиться надо как к врагам Божьим. И поэтому, как мы можем пускать врагов нашего хозяина на территорию, которую даровал нам наш хозяин? Это же абсурдно, правильно? Ну, получается так. Ну, представляете, на территорию Путина пускали там его работники администрации, его лютых врагов. Ну, что бы сделали с работниками администрации? Ему божьку бы отвинтили сразу. Правильно? Да, подождите. А колдуны? Ну, зачем нам это надо? А колдуны, колдуны, это у нас кто получается? Это у вас, получается, ученые. Хорошо. Вопрос. Вопрос, а как нам с вами определить, ученый вот человек или не ученый? А написано словами своими оправдишься и словами своими осудишься. Они сами себя называют учеными. Химиками, физиками, биологами, генетиками. Им говоришь, ты и чем занимаешься? Он говорит, я ученый. Ну, ему сразу говорят, иди нахрен отсюда. И все. Никакой проблем. А соль, вот у вас, у вас тоже тут своя соль или нет? Что вы говорите? Соль. Соль это настоящая соль. Это скорпат, вываренная соль из соляного источника. Вон поступает такой огромный дубовый сруб. Там отстаивается эта вода. И верхняя часть воды сливается на огромную сковороду с пола этой комнаты. А под сковородой вот такая печь, такими ходами на дровах. И рассапливается печь, выпаривается вода и остается соль деревянными лопатками. Соль сгребается и вот оказывается на нашем столе. Доставляем контрабанды через границу. Вообще все практически, что мы доставляем через границу, все контрабанда. От какава до соли. По транскрипции в Эквадоре и в Колумбии какава. То есть так и говорят, какава. И она правильно называлась в Европе и в России до революции. Какава, до реформы Луначарского и прочих реформы европейских. А сейчас называется какао. Это неправильно. То есть это просто не соответствует произношению этого слова. Еда и молитва объединяются ими. Поэтому надо есть, стараться завтракать, обедать, учу жанать вместе и молиться утром и вечером. Наша зона ответственности вы за всем? Как-то руководите, да? Узко направленная. Это сейчас Новая Слобода, которую покажу. Новая Кристианская Слобода строится. Торговые ряды. Вот новый проект развиваем в странах. Как раз Михей. Михей даже сыр делает. Это у него самая важная зона ответственности у Михея. Потому что основной доход на приносит сыр. А сыром как раз занимается Михей. Если Михей будет делать плохо сыра, у нас не будет дохода. Соответственно, самое важное у Михея. Многие приезжают купить хлеб, а заодно покупают сыр, вино и прочее. Просто если по деньгам, то сейчас приносит, конечно, больше всего денег сыр, потом вино и потом все остальное. Но как такой центр притяжения, это кончить хлеб. Сейчас с нами происходит замер моей ноги, для того, чтобы вот этот уважаемый мастер, который занимает, то есть уже сколько лет уже занимаетесь? Ой, 60 лет ровно. 60 лет? 15 лет мне было, я учиться пошел, вот считайте, 76 сейчас. 60 лет набежало. И это на самом деле такие знания на вес золота. Людей, которые что-то умеют, практически не осталось. И в основном это, к сожалению, пожилые люди уже. А молодежь учиться не хочет. Вот мастера рады бы передать своему имену, а передавать-то некому. И это плохо. А так как мы ходим в сапогах, да и вообще все крестьяне ходят в сапогах, и раньше все мужчины ходили в сапогах, потому что все мужчины были наездниками, а на лошадях только в сапогах. Да и вообще на крестьянском хозяйстве не в сапогах, там в ботинках ходят довольно трудно. Там особенно осенью, весной, там или по хозяйству работают. В ботинках ее не очень хорошо. Любой настоящий продукт, который произведен без химии, он является лекарством. Если человек питается настоящими продуктами, он одновременно лечит. И это все, это и хлеб. Вот, например, даже про хлеб записано в шелтере. Хлеб в сердце человеку укрепит. Все, что оно настоящее, все приносит в пользу. Все, что не настоящее, все приносит в вред. Такая простая градация. Теперь, ой, какая корова стоит, смотрите на нас так внимательно. Маленький бичок. Да? Это же корова. Он корова, он козы. Здесь достаточно большое пространство. Сколько здесь получается гитар? В формальном районе 50 гитар оформлено. И в пользу тут по факту значительно больше. Ну, там, для выпуска, для посевов, для сенопоза. И тут мы сделали насыпь. Еще не успели сделать все вот эти заслоны. Отмостки. И пошли вот эти сильные ливни. И унесло туда время. Вот. А потом мы сделали, вот, вместо, хотели даже бетону сначала сделать. Но у нас все никак не получалось начать. То дожди пойдут, еще что-то, бетон же там нельзя заливать. Ну, да. В такую погоду. И мы сделали и не пожалели. Из лиственной стенок, как делали раньше, без бетона. И красиво, и надежно. Простоит сотни лет, потому что лихонька не гнет. Еще с этой стороны не что-то сделать. Вот. А так должна быть вот эта вот страхота была из бетона. Так, чтобы профессионально чем-то обладеть, нет. Да нет, не профессионально, а так для удовольствия. Например, пробежка по территории, да, по лесу, по природе. Владеть боевыми суслыми руками. Да? Владение ножом, владение шашкой, стрельба там из пистолета. Нужно. По большому бою. Мужчине это не просто нужно, это обязательно. То есть нельзя этому не учиться. Иначе какой-то мужчина, если ты все это не умеешь. Мы, к сожалению, умеем очень мало. Мы тренировали. Это, кстати, чтобы было понятно, сюда, здесь раньше стоял дом. Мы его в свое время увезли. И электричество подведено к нему осталось. Вот даже, вот видите, короткий провод выходит, и щиток остался. Его мы еще не сняли. Мы провод там обрезали. То есть это поле обесточили. Мы не подводили все электричество, мы его даже отсюда убрали. Чтобы все здесь уже было, уже крайне. Это так называемый пост-утилизационный период. Сделано полы из лицвенца, лицвенчные. Это важно делать для колесенских хозяйств, чтобы строить все, что соприкасается с влагой. Снаружи или с внутренней, к примеру, от скотины. Все должно делаться либо из дуба, либо из лицвенницы. Это дороже, чем делаете состные сделки. Но зато елку вы будете менять через 5-7 лет. В лучшем случае, а то и раньше. А лицвенница будет стоять десятки, сотни лет. Таким образом, в начале в два раза дороже пусть ты ее купишь. Только ты держишь самые деньги и время, и проблем будет. Потому что надо будет постоянно менять. А так один раз сделай, а люди пусть экономят. А потом тратят два раза больше. Это такое вот окно есть. Это будет веранда дальше. Очень красиво. Вид просто потрясающий. А как вы думаете, козы должны жить хорошо? Да, это точно. Очень красиво. На самом деле, очень важно, чтобы вид всегда из рабочего места и из жилого места был очень хороший. Я согласна с вами абсолютно. Мне тоже этого всегда не хватает. Ты просыпаешься и видишь из окна прекрасный вид. Мы сейчас зайдем в домике, вы увидите какой там вид из окна. И ты сразу настроение. И ты с этим настроением идешь работать. Согласен. Приходишь на рабочие места, здесь то же самое. Опять настроение. От этого качество лучше. И счастливее. А люди не пренебрегают. Потом строят опять же там. Построить красиво или некрасиво. Опять же, разницы в деньгах нет. Поэтому очень важно не пренебрегать этим делом. И особенно в крестьянских хозяйствах делать себе хороший вид из окон. И чтобы строения были красивыми. Тогда все будет намного лучше. Михей, скажи, куда мы пришли? Я еду на второй погреб. Ему год. Его строил папа. Глубинной он 6 метров, 30 сантиметров. А в первый погреб ему 10 лет. Он меньше. Надо 3 раза. Хорошо. Ну все, пойдем посмотрим. У меня есть фонарь, которым я буду очень аккуратно светить. 10 лет назад его построили. Потом у него треснула балка. Его взорвали. Взорвали? Да, специально взорвали, чтобы он на человека не рухнул. А вот недавно, года 3 назад, восстановили. Так он не сгнил. Просто крышку меняли. Вот кот. Кота вижу. Не слеплю. Слети вверх просто. Вот он, видите, молоко. Кот привязан здесь для того, чтобы охранять сыр от крыс, от мышей. Вот так вот. И через день их меняют. У котов есть смена. И чем лучше он работает, тем вкуснее он ест. Чем старше рассол, чем лучше. Раньше в древности вообще рассол не меняли. Там по 20 лет. Сейчас сыра нет, позже закончили. Второе деление. Там тоже кот. Это мы идем во второе отделение. Тут тоже есть охранник-кот. И здесь уже сыр лежит. И здесь уже лежит сыр. Где-то кот. Опять залез. Кот, зараза. Куда залез? Куда, на полку. Так, а мышку он здесь пока нам не оставил. Я смотрю, да, не одну? Хорошо, уже похоже всех съел. Ладно. Это молодые сыры. По полгода. Чуть больше полгода. В этом году делали. По два месяца, по три месяца. Хорошо. Вот. Это старые. По два года. Вот. Это самый старый. Видите, чем чернее, тем старее. Поняла. Плесень у них как консервация. Чем больше плесень, тем лучше. Видите, вот белые. Недавно делали. Вот, месячные. Да, вижу. Видели, но они, у него стоит стерлинг. Три отделения еще таких же, только там сыра нет. Они все, получается, разного абсолютно размера. Да. И вкусы разные. Потому что каждый день разная трава. И козы едят разную траву. А, поняла. Интересно. У каждого нет ни одного, там, какого-то однообразного сыра. Получается, каждый вкус уникален максимально. Это вот химические сыры, они одинаковый вкус. Потому что они кормят их одинаково. Да, понимаю. Делают их одинаково. Каждая головка стоит... Ну, смотря сколько килограмм. Вот здесь 37 килограмм. 37 тысяч килограмм. 37 тысяч килограмм. Здесь 3 килограмма. 6 килограмм. Минимальный кусок, получается, сколько килограмм? Может быть. 3. Минимальный кусок 3 килограмма. Котель для того, чтобы крысы не ели сыр или мышь. Крысы через дверь ходят. Они вот перед зимой начинают идти, а кошки их не пускают. В какое время и вообще каким образом у вас созрел такой прекрасный план переехать в деревню. и развернуть вот такую красоту здесь именно. Я просто разорился. И мне было деваться некуда. И поэтому я уехал в лес. И это оказалось, что это прекрасно, что я разорился. Хотя тогда я расстраивался. И вообще люди, которые сейчас разоряются, которым некуда деваться. И которые будут вытолкнуты из города. Они будут потом вспоминать, как это счастливейшие события в своей жизни. А как вы выбрали именно это место? Именно этот лес? Нам Бог послал его. Мы просили у Бога 2 недели. Дети были маленькие. И мы с женой просили у Бога, чтобы он нам послал место, куда переехать. И он нам послал это место. Теперь нам осталось посолить той самой натуральной солью. Потому что если солить солью магазинной, то что получится? Получится трава. Потому что соль магазинная не потому, что она где-то добывается не так. Она очищается химией. Для того, чтобы ее поставить на прилавки магазинов, ее очищают химией. И там даже мышьяк есть. Для того, чтобы она смотрелась как беленькая, аккуратненькая соль. И поэтому у магазинной солью пользоваться нельзя ни в коем случае. А где же, допустим, мне приобрести такую соль? У меня. Драгоценная. У меня. Пока я есть я в вашем распоряжении, у вас не будет проблем с солью. Пока соль есть у меня. Бог есть, сколько ее будет. Поэтому пользуйтесь пока ситуацией. Теперь нам надо вино. С виноградников, которые не обработаны химией. Это ключевой момент. Потому что если виноградники обработаны химией, когда давится и потом бродит вино, даже если ничего не добавлять, там уже есть виноград и химия. И получается химическая реакция. И выделяется спирт. И вино становится спиртным по-любому. Потому что чтобы не добавить виноград, дрожжи, сахар или какую-то химозу, начинается реакция химическая. А если только один ингредиент, виноград, то нет химической реакции. И тогда это естественное брожение. И вино становится просто забродившим виноградным соком. Безалкогольным, без спирта, без выделения спирта. И вот это безалкогольный вино настоящий. Они хмельные, но безалкогольные. Как вы всему этому научились? Все эти рецепты узнали? Слушайте, ну все постепенно. Постепенно. Потому что когда были сыновья маленькие, у меня была ответственность за них, что я их травлю. Из магазинов или с рынков. Зачем это понимали? Я это начинал понимать. И поэтому я начал изыскивать все возможности, где только найти натуральную пищу. И тогда это было очень сложно. Я еще жил на Рублевке. И утешал себя тем, что я покупаю что-то там типа натуральное. Оказывалось все время, что это не натуральное. Ну а сейчас, милостью Божьим, уже есть какой-то опыт. И знакомства, и связи. И возможности не только самому выращивать. Самим уже сыновья выращивать все сделают и делают. Но они уже находят тех людей через комитет продовольственной безопасности, которые делают так же, как мы. Они их проверяют и берут у них то, что мы сами не производим. Ну допустим, вино. Потому что у нас нет виноградников. Мы же не на югах живем. Мы берем санапского виноградника, брали санапского. Сейчас там проблема с человеком. Ну он просто пожилой уже. И мы сейчас вот изыскиваем другой виноградник. Потому что найти один виноградник. Или несколько виноградников, которые не обрабатывают химией, это огромная проблема. Все поголовно обрабатывают химией виноградник. И травят своих супер там боссов. Включая президентов и премьеров. Которые башляют им производство натурального типа вина. А они их травят химией. И ничего им за это нет. Это вообще удивительно. Я б бошку подвинчу. В чем принципы крестьянской свободы? В том, что это только Гиллари раньше. То есть это не нами придуманная система. Это так, как было бы раньше всю историю человечества. Во всех странах строили слободы крестьянские. На определенной территории человек владел человек какой-то территорией. И он приглашал к себе людей, строил на землях хозяйство. И каждое хозяйство имело свое... Именно хозяйство. Не коммуну создавали, не общину какую-то, там не родовое какое-то поместье. А именно, каждая... Вот, например, вот, ну вот, слобода. Это пасек. Оно само по себе хозяйство. Вот человек здесь живет, семья, у него есть мастерская, у него есть уля. У него тут еще что-то будет построено. И он живет своим хозяйством. Сам по себе живет. Живет козавод сам по себе. У него есть коза, у него есть дом, у него есть навалы, погреб и так далее. Живет куровод. Вот нам куроводческая хозяйство. Сами по себе. То есть, каждое хозяйство... У всех есть свои колодцы, свои погреба, свои дома, свои амбары и так далее. Все свое. Но каждое хозяйство имеет одно основное направление деятельности. Либо мед производит, либо молоко и мясо, либо птицу, либо там овец, либо коров, либо огород. И уделяют внимание только одному направлению, одному производству. И таким образом у них увеличивается объем этого производства. И у них увеличивается качество. Мы владеем территорией, у нас есть 9 хозяйств. На них работают, живут, работают семьи. Каждый на своем хозяйстве, как на своем. И они это хозяйство могут передать, как всегда было. Никогда не разрешалось ни в одной стране мира, не разрешалось землю продавать. И сейчас, например, где сохранилась королевская власть в Англии. Там землю продавать никто не имеет права. Вот вы, например, приедете в Англию, купите там себе дом. Он будет не ваш. Если вы его не можете кому-то перепродать, не согласовав, опять же, с администрацией. Так же и на Руси было всегда, и во Франции, и в Германии. И везде, везде, везде. Никто не разрешал землю разбазаривать. Чтобы те, кто не нужен, не поселились на этой территории. Так же и у нас здесь. И в Ксенг-Слободах так было. Дали мы семье. Вот ты работаешь, соблюдаешь все правила, не нарушаешь закон. Сколько угодно лет живешь, твои дети, твои внуки и правнуки наследуют. Проходите. Вау. Собственно, это и мотивирует. Для того, чтобы я все позгораю когда-нибудь, если у нас появятся у меня дети вдруг, правильно? Им надо где-то жить. Жить, во-первых, в правильном обществе, по-пользованию, пока будут расти получать, питаться продуктами и так далее. Слушайте, это воск, это рамки, которые каждые несколько лет, рамки меняются. И воск идет на перетопку. Из него делаются свечи, из него делаются всякая, вся чина другая. К примеру, мази или пропитки, там воск, там дерево, или еще что-то. Рамки новые делаются из этого воска. Это, собственно, пасека, это уля, у которой уже два урожая меда было собрано. Ничего себе, это сколько же их здесь? Здесь немного, здесь 33 уля. Ничего себе, 33 уля, представляете? Чем мы эти от этих отличаются? Это более свежие, это более свежие. То есть эти уля там состояли два года, эти просали четыре года. А, но они тоже идут просто на переработку и все? На переработку перетапливаются. Вот он темный воск, этот белый воск. Этот темный, когда он будет, он будет выпариваться, и он осадок поднимет, осадок процеживается, а воск остается белым. Почему он темнеет? Потому что вот эти рамки, они используются вот в этих вот сотах. Да. А можно мне тоже подержать эту рамочку? Вот в этих вот сотах матка откладывает личинки, и там вырастают новые пчелы. И после каждого нового рождения она становится темнее и темнее. Прилетел тут рой, поселился в стопку старых заброшенных булев, я их переселил, это было пару недель назад. И я им не успел добавить сразу вовремя рамку новую, и они ее сами отстроили. Смотрите, на всю длину, на всю высоту стенки, по размеру рамки прям, туда вниз оттянули самостоятельно. И уже даже нектар наносили, ну видите, какие желтые пяточки от нектара. И что вот интересно, я видать, когда закрывал крышку, ветка упала, зацепила, и они прям через нее эту соту и смастерили, видите. Чем темнее рамка, значит, тем больше в этой соте было выращено... Не пахнет ничем. Или пахнет? Воском пахнет. О, да! Вот это да! Это просто что-то невероятное. С Лондона его привезли. Он очень тяжелый. Это старинный, и он 1830-40-х годов. Прям медь. И в нем немедленно сверху, старая медь, и в нем этот классический метр для современного. И мы его из Лондона привезли, это довольно трудно было на границе, а он считалось и по культурной ценности, там было, получается, правку от Минкультуры. Это цель, к которой мы идем. 2000 литра за один, вот он на 2 тонны, и это вот сейчас у нас есть 300 литров, да? 500 литров и 2 тонны. Вот, его мы не заполняем. Вот максимум, что мы наполняли, это вот этот вот бак, 500 литровый. А это наша цель, это то, к чему мы должны прийти и остановиться. Во-первых, настоящий сычок. Не настоящий сыр. Сычок жидкий, его из-за границы приводят просто такая баночка, как от масла от машины. Там написано сычок, он желтый, химически. А настоящий сычок, это вот вырезается из молодого бычка, 10-дневного. Молочный, его кормят парным молоком, и потом его зарезают, режут. То есть 10-дневный бычок. Да. Вот, потом это все делается на огне, химический сыр делается на электрике, и не в таких медных чанах. А коров, они химически обкалывают, кормят всякой фигней, а нас все контролируют. Вообще, молодые должны руководить процессы. Такими активными процессами. Ну, потому что они молодые. Старикам довольно трудно это делать. Поэтому сейчас стареем рано. Мы не как во времена обрушения Кельтской империи. Там Юлию Цезарю было по 50, он газовал. Но тогда люди были воинами, тогда они не содержались седла с детства, тогда у них здоровье было другое, они жили долго. Но все было иначе в древности. А почему так было? Потому что не было? Да уж химии не было, потому что не сидели в креслах постоянно, потому что не было компьютеров, телевизоров, не было научного прогресса, не было лекарств всяких химических. Цезарь и другие, кесарь, правильно, кесарь и другие были очень сильными людьми. А мы в их возрасте уже доходяги. Ну, посади меня сейчас на коня и отправь там биться мечом в течение 12 часов куда-нибудь в поле. Да я умру через 5 минут, даже без врага какого-нибудь. А вся вообще семья ваша живет именно вот здесь? Да, вся семья, которая не жената, не замужняя. Дочка у меня еретичка, поэтому она, собственно, мне и не дочка. Она живет отдельно. А сын у меня женат, он христианин, и все в порядке. Это мой четвертый сын Арсений. Он возглавляет комитет продовольственной безопасности. Остальные трое не женаты. Слава Богу. А как вы отдыхаете? Проводите семейные какие-то вечера? А может быть я видела, я видела ваши ролики, как вы невероятно скачете на коне. Что, Андрей, что, два раза? Пять минуты готово. Писайте венок с того, Андрей. Анастасия, всем скидком за мой счет какао. Есть? Это просто невероятно. Это так красиво. Вот так и отдыхаем. Вообще, лучший отдых для мужчины – это какие-то занятия. Когда мужику нечего делать, он сходит с ума. Поэтому мужику надо что-то делать. Иногда нужно отдыхать ради женщин. Ну что, потому что женщины любят отдыхать. И поэтому надо им возглавить и женщинам своим. И поэтому есть и прав, наверное. А так вообще, чем меньше отдыха, тем интереснее жизнь. Чем больше отдыха, тем, значит, надо придумывать, как время убить. Фермеры – это отравитель. Фермеры – это мини-агрохолдер. Фермеры используют кредит, а следственно, обязаны использовать все технологии. Потому что кредитный договор предусматривает. От ветеринаров до санэпидемообработок. И удобрений. Чтобы были большие урожаи, чтобы быстрее молока было, чтобы быстрее отдавать кредит. И поэтому фермер всегда отравитель. Если вы слышите слово «фермер», ну это, конечно, не слово «пидорас». Но это очень плохое тоже слово, понимаете? Вот вы задавали вопрос там про коронавирус, про прививки. Там наша глобальная, у нас же нет проблемы с этим. Потому что мы никогда не обращаемся к врачам из медицины процесса, потому что мы христиане. Не потому что это вредно или полезно, хорошие прививки или плохие. Просто мы христиане. И поэтому мы никогда к ним не обращаемся. А как лечиться нам тогда? Вам? Нет, подождите. Вам. Как вы лечитесь? Нам мы обращаемся к Богу и к Пантелимону. Это какие-то... Травки всякие. Чаи. Конечно. Да? Это еще и секера шикарная, это и вина прекрасная, это продукты натуральные. Это все лекарства. Каждый настоящий продукт, который дарован Богом, это лекарство. И Пантелимон знает, как это все давать в зависимости от того, чем человек заболел. Ну, это единственное, что надо знать, травлю. Храм. Есть где-то, в который вы... Дом молимся. И потом драгоценные. Ну, не с женщиной же мне богословствовать на тему, как мы молимся и так далее. Вы же женщина. С нами нельзя об этом. Женщина написана по богословским вопросам, написана в собрании, да умолчи. То есть вам надо только слушать. В лучшем случае задать вопрос, какой-то не для того, чтобы беседу поддержать, а важный для спасения, и то не под камерой. Слушайте, ну вот сегодня, к примеру, приедут люди. Вы наверняка их увидите сегодня довольно насыщенный день. Сегодня несколько человек приедет, известно в том числе. И некоторые связи для меня полезны, а некоторые бесполезны. Ну, допустим, если человек приезжает, крупный политик или бизнесмен, и покупает у меня сыр. Это хорошо. Знаете, как у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Если политик крупный приезжает ко мне и не покупает у меня сыр, это плохо. Что мне толку тогда с этого политика? Я же крестьянин. Вы правильно сказали, что мне надо продавать продукты, я честно зарабатываю себе на жизнь. И что мне толку с этих всех старых своих там знакомых, приятелей, олигархов, бизнесменов, если они приезжают там потрепаться, ля-ля-ля-та-паля, а сыр у меня не покупают. Ну что они у меня время-то отнимают просто так, понимаете? Приезжают всякие негодяи, которые, миллиардеры Форбса зарубежного, и там нос воротит дорого типа. Спрашивают, сколько стоит. Я говорю, ты дурак, что ли? Ты какая разница, сколько стоит мой сыр? Ты откуда это вообще? У тебя где эта отчетность-то какая-то? А в чем речь-то идет? Это на уровне шума финансового ты не почувствуешь. Какая разница, сколько он стоит? Нет, мы потому и богаты, и потому что экономим деньги. Ну, экономим дальше. Давай дуй в азбуку вкус, и там жри отраву или на рынок. А приезжают небогатые люди, которые заботятся о своих детях, о своих семьях, и покупают наш дорогой сыр, потому что альтернативы пока нет в твердых сырах. Молодые сыры еще есть, натуральные у крестьян, у других. Их довольно много, крестьян, кто делает прекрасные натуральные сыры. Но они молодые, у них нет погребов. А у нас двухлетняя выдержка, сейчас почти трехлетняя уже. Этого ни у кого нет. Если ты хочешь есть твердый, настоящий сыр, его можно сейчас купить только у меня. Ну, такая ситуация. Больше нигде. Ну да, я понимаю. Все остальное, европейское, российское, все химозы. Пчелы вылетают из улья, они куда летят? Куда глаза, глядят на 3 километра в районе. А у нас есть гарантия, что там нет фермерских полей? У нас здесь есть, у вас не знаю. Ну, я про нас, вас в смысле. Здесь у нас есть. Поэтому очень важно. Вы уверены, что далеко они не улетят, они по-любому возвращаются сюда? Километра в районе, у нас здесь посева в 3-5 километров никаких нет. Все вот эти бабушки, дедушки, братья, они в лучшем виде своих родственников травят, и сами травят. Они кормят пчел сахаром, или лечат антибиотиками всякими, химическими лекарствами. Они стоят в пасеке, которые, даже вот, например, они говорят, мы сахар с антибиотиками не делаем. А с какого медоноса они у тебя собирают? Или какая порода пчел? Сейчас все очень много искусственных пчел. Уже просто производится как гаморра растения, так и гаморра пчела тоже самое уже давно, намного лет. И большинство пчеловодов на эти пасеки пришли. Вот, примерно, там, 9-100 пасек, там только одна из 100 будет настоящий мед производить. И то в лучшем случае. Это проем. Там ванна с туалетом. Здесь у нас объем, проем, чтобы печка прислонилась и там было тепло. Вот тут наверху у нас спальня. О, вау. И там вот еще одна комната. Лестенька наверх будет по печке. Ну, здесь, собственно, там... А там в полный рост не встанешь. Встанешь. Встанешь? Там три метра под конек. Встанешь. Вот здесь комната, и да. Вот сейчас две. Для семьи, там из пяти-шести человек вполне себе. Там будет ремеслено двор. Вот из камня как раз там будут деревья, кузни, для сапожники, кожевинники, бандарные там всякие, швейные, ткацкие и так далее. Мастерские. Парялки стоять. Это все вот здесь будет. Чтобы здесь производить не только продукты, но и все, что нужно для жизни человека. Для человека и для обслуживания хозяйства. Чтобы все производилось внутри и из нее ничего не привлекалось. Я живу здесь уже пять лет, заработала, ну, деньги, пошла, решила завести кур. Где мне их купить? А если там, где я... А, то есть я покупаю... Ну, обменять надо. А, ну, все понятно. А то я думала, вдруг меня обманут и подсунут меня инкубаторских цыплят. В свободное время можно заниматься дополнительными. Пример, вот основные направления козами. Если остается время, то можешь заняться чем-нибудь, если хочешь. Каким-нибудь там хобби, так называемым. Вот. А какие еще хобби могут быть? Да любые. Ну, вот ремесел, десятки разных ремесел. Ими можно заниматься. Разные скотины, огороды, посевы, все что угодно. Там, дикорастущие, это там, всякие ягоды, грибы, травы и так далее. То есть это много-много-много десятков разных направлений, которыми крестьянин может заниматься. Эти, друзья, у нас много вылупило цыплят в этом году. У нас больше 0,5 цыплят. Все без инкубаторов, как я уже говорил, это важно. Птицы, как лечо, лечо, чтобы инкубаторов не было. Чтобы всяких пенозий не лечили. И чтобы кормили настоящими. Чтобы зерно было выращено без химии. Чтобы все равно было нормально. Вот. А вот мы готовим так, мы крестьяне, так готовим петуха по-кельски. Это при том, что у нас нет денег. У нас все время не хватает то на дрова, то на сено и так далее. У нас мало денег. Но мы можем позволить себе настоящее вино лить в настоящего вот этого петуха по-кельски. А вот эти вот тупые олигархи, они ой, дорого, ой, дорого. И жрут всякую траву. А мы наслаждаемся жизнью. И мы не ходим, поэтому в больницы никакие. А они отсюда не вылазят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok